Братья и сестры, здравствуйте! Сочельник. Попробуйте провести, может быть, первый раз в жизни, Сочельник как положено. А как положено? Положено не есть и не пить до появления первой звезды. Звезда на востоке пошла пред Волхвами, указывала им путь к Вифлеемской пещере, и звездочка на небе первая – это, в общем-то, начало нового дня. Это старая традиция, ветхозаветная еще. Так соблюдают субботу. В пятницу вечер появление первой звезды знаменует наступление субботы, и точно так же суббота заканчивается с появлением первой звезды, переходит в первый день недели. Значит, дождаться звезды и сесть за стол вместе – это редкий случай, когда можно за стол сесть вместе. При том, что все, может быть, верующие, там, набожные, благочестивые будут ночью в храме встречать Рождество Христово на ночной службе, все равно нужно сесть за стол и съесть скромную трапезу. То есть весь день поститься, до первой звезды дождаться, и потом зажечь свечи, сесть за стол, на котором должно быть очень мало блюд. Есть традиция западная такая, значит, ставить 12 блюд, но это слишком много, это too much, это нам нужно объесться, как бы, значит, и постной пищей. Вот. Там должна быть голодная кутья, то есть простая такая вот эта поминальная трапеза, которая обычно ставится, это Колево, в память почивших и в отдельно праздничные дни. В честь святых есть традиция ставить кутью, и в этот самый, в раздейственскую ночь, накануне ее, в сочельник, ставится тоже сочево, вот это, значит, как раз кутья, голодная кутья, такая, чтобы заморить червячка, но не наесться. Ну и там что-нибудь еще такое, самое простое, узвар, какой-то, может быть, там, сухарик, хлебушек, что-нибудь такое, очень простая трапеза. Но главное, что вместе, потому что это, в принципе, такой праздник семьи, в том смысле, что это редкий случай собраться вместе. Нужно принести Богу молитву. Тропарь Рождества уже можно петь или читать. Его нужно, кстати, знать. Если хотите что-нибудь себе добавить в копилку эрудита, как бы, значит, узнать новое, то нужно выучить тропарь Рождества. «Рождество Твое, Христе Божий наш, во сие мирове, свет разума, в нем во звездам служащие, звездой учахуся Тебе, кланяйтесь о солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе». Глаз четвертый. Его можно распеть на четвертый глаз, а можно ничего не петь, просто прочитать. Тропарь перед трапезой, сесть за стол и поговорить. Поговорить сначала о Господе. Поговорить Бога за то, что Он послал Сына в мир, который пришел в мир спасти человека и взял на себя грехи наши, вырос, прошел все стадии возрастания, был младенцем, был зародышем в утробе, чистой Богородицы, потом был младенцем, потом был дитем, отроком, юношей, и вошел в возраст зрелого мужа и собою наполнил всю жизнь человеческую. Потом прожил жизнь такую скромного работяги, потом проповедника странствующего, потом пошел на крест невинно и наполнил собою смерть, потому что умер на кресте и смерть собою наполнил тоже. То есть в смерти тоже есть Господь, Иисус Христос. Поговорить о Господе, почитать Евангелие, может быть, и разделить трапезу. Потом, конечно, разговор неизбежно соскользнет на какие-то бытовые темы, на наши вопросы, на житейское, на то, на сё. И мы просто вот почувствуем близость друг с другом через Христа. Вообще Христос есть мир наш, как Павел говорит. Он дальних и ближних соединяет поедино. Ангелова человека, значит, расстоящее, если собирает во одно, значит, и он дает нам мир. Он есть наш шалом, наш иринис, если по-гречески, на священных языках. Поэтому через Христа нужно найти единение как раз вот в семейном кругу, в сочельник. А потом тем, кто, аще кто благочестив и боголюбив, и имеет силы и здоровье, нужно собираться на ночную службу, потому что Господь ночью благоволил родиться, ночью благоволил воскреснуть. И мы эти отдельные ночи в году должны посвящать Ему, отделять от, значит, от обычного отдыха и устремляться в Храм Божий на ночную божественную службу, на повечерие, утреннюю рождественскую, на святую литургию. Но сочельник нужно провести вместе, в семье. Мы слишком отчуждены друг от друга, слишком по-разному живем, в разные стороны смотрим, разным воздухом дышим. И нам, по крайней мере, во Христе Иисусе в великие дни праздников нужно собираться вместе, возле скромной трапезы, для того, чтобы Христос был у нас в уме и на устах, и через Христа мы соединялись вместе и чувствовали свое семейное во Христе единение. Это прям задача цивилизации нашей, это прям наша общая задача. С наступающим Рождеством! Господь с вами! До свидания!